Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. В Саратове упал вертолёт. Недалеко от посёлка Рейник учебная машина рухнула в лесополосу. Халатность, которая привела к трагедии, два ребёнка в Волжском районе пострадали от удара тока. Дети смогли свободно попасть на территорию заброшенной водонасосной станции. Одна картина – тысяча штрихов. В Саратов привезли выставку-гравюры, посвящённую Петру Первому. Пётр Первый уже первый, кто носил императорскую корону. Над ним она. С подробностями я, Анна Заболуева. Какая погода за окном будет в пятницу 29 апреля на святую Ирину? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. В Саратове столкнулись два вертолёта. ЧП произошло в районе Кумысной поляны. Эту информацию подтвердили и военные. По их словам, в небе столкнулись два винтокрылых. Один удержался, другой упал. Рухнув на землю, воздушное судно загорелось. Его потушили. На месте происшествия работали все оперативные службы города. Уже известно, что это лёгкий многоцелевой вертолёт «Ансат». Он совершал учебный полёт из посёлка Соколовой. 28 апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолётов, в результате чего один получил повреждение и совершил жёсткую посадку. Второй вертолёт совершил посадку в штатном режиме. На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил. Упал вертолёт недалеко от посёлка Рейник. Как сообщили в региональном Минздраве, пострадали три человека. Лётчик находится в удовлетворительном состоянии. В вертолёте один погибший, третьего пострадавшего найти пока не могут. А быть как вертолёт, он летит, трещит, а этот звук другой появился. В вертолёт. Я посмотрел, один, значит, пролетел, а следом вот на месте как бы и начал его крутить. Вот крутит так вот и пошёл вниз. Ну, я прям вот наблюдал, вот здесь стоял как раз, иди он. Ну, короче, он упал. Потом я увидел паршютиста. Говорю, белый парашют, да он, слава богу, живой, значит, один, наверное, был. Ну и всё, и потом я там приподнялся, увидел, что там дым идёт чёрный, огонь горит. Прибыль крупных компаний должна оставаться в регионах. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. На днях он принял участие в заседании Совета законодателей, который прошёл в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия депутаты, сенаторы и министры решали, что необходимо сделать для развития экономики в условиях действующих санкций. Спикер поднял вопрос об отмене института консолидированных групп налогоплательщиков. Благодаря этому решению налоги крупных компаний останутся в бюджете тех областей, где они работают. В нашем регионе новый механизм коснётся десятка крупнейших предприятий. Не важно, как можно быстрее, чтобы эта норма прекратила действовать. Это очень серьёзный вопрос. Он точно улучшит финансовое состояние многих регионов, которые потеряли большое количество налоговой базы. Халатность, которая привела к трагедии. В Волжском районе дети смогли свободно попасть на территорию заброшенной водонасосной станции. Причём выяснилось, что подростки приезжали туда неоднократно. Объект не охранялся. И школьники могли свободно разгуливать по помещениям. В одном из них они дотронулись до восковольтных проводов. Кто ответит за несчастные случаи и как сейчас чувствуют себя пострадавшие, расскажет Жанна Марченко. Это улица Большая Затонская в самом центре Волжского района. Здесь всегда очень оживлённое движение, всегда много машин. Но, возможно, те, кто здесь постоянно ездит или ходит пешком, даже не догадываются, какое количество запрошенных зданий находится за этими заборами. И какие вещи там иногда творятся. Сейчас на старую водонасосную станцию на берегу Волги можно попасть, разве что перепрыгнув через ограду. После того, как в здании произошла трагедия, сотрудники заварили калитку. Именно она была пропуском на территорию для несовершеннолетних любителей заброшек. Около недели назад из Энгельса сюда приехали двое школьников. Назад их увезли. Уже на скорой. Сначала была резкая вспышка белая, но я успеваю мне глаза закрыть. После того, как вспышка прошла, я вижу, слышу, как друг кричит «А, я дырю». 12-летний Даня вспоминает события того дня в отделении термических поражений Центра комбустиологии. Мальчик получил ожоги вольтовой дугой. Сильнее всего пострадали лицо и шея. Впереди долгое лечение и реабилитация. Так для мальчика закончилась попытка собрать металл. Он ко мне кинулся. Бабулечка, прости. Бабулечка, я больше не буду. Ты меня не ругай. Какой ругать? Нет, конечно. Я уже говорю, все пройдет. Главное – живой. Другу Данилы, 15-летнему Егору, повезло меньше. Именно он принял решение перерезать высоковольтные провода кусачками и получил удар током. У подростка глубокое электротермическое поражение мягких тканей. Недавно его экстренно перевезли в профильную больницу Нижнего Новгорода. Но состояние пациента по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Поражение электрическим током – это одно из самых тяжелых поражений тканей. Воздействие достаточно глубокое. И некротические ткань, которые мы можем видеть при термических ожогах кипятком или пламенем, по глубине можно определиться где-то к третьим-пятым суткам. У электротока некрозы достаточно длительно формируются. Поэтому на какую глубину произошло поражение, сейчас сказать сложно. Потому что там четвертая степень есть, а то да. В ходе проверки выяснилось, что школьник далеко не в первый раз рисковал жизнью. По словам правоохранителей, состоял в социальных сетях, где искал информацию о разных заброшках. А после предлагал младшим товарищам вместе отправиться туда за цветметом. Мы просто его сдаем и немножко хотели бы заработать. Подзаработали. Сейчас по факту несчастного случая возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следователям предстоит выяснить, по чьей вине подростки смогли свободно попасть на станцию. Ведь несмотря на то, что она давно не работала, собственник продолжал пользоваться высоковольтным кабелем. Его, возможно, не обесточили сейчас. Жанна Марченко, Максим Пустовалов, Саратов-24. Торговали левым спиртным в Саратовской области. Силовики обнаружили подпольный цех с алкоголем. Производство оборудовали на одном из складов, что недалеко от деревни Новая Липовка. Это в Саратовском районе. Полицейские нашли технику для розлива и все расходники. Емкости, этикетки, фильтры. На месте правоохранители начитали более 30 тысяч бутылок со спиртным. Злоумышленники не мелочились. Бодяжили алкоголь под известными брендами. Позже нашли и остальную продукцию подпольщиков. У ФСБ России по Саратовской области выявлена противоправная деятельность участников организованной преступной группы, специализирующихся на незаконном производстве избытия небракированной алкогольной продукции в особо крупном размере на территории города Саратова. В ходе дальнейшей работы оперативники выявили еще два склада, где хранилось почти 14 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Один из них находился в частном секторе областного центра, другой в промзоне на территории Татищевского муниципального района. Кроме того, обнаружен грузовой автомобиль, на котором перевозился нелегальный товар. Изъято около 7 тысяч литров алкоголя. Гуляющие по проспекту граждане смогли сдать тест на ВИЧ-инфекцию или пройти экспресс-обследование. Саратовские медики приняли участие во всероссийской акции «Мы вместе». В ее рамках можно было проверить свое здоровье, чтобы избежать проблем в будущем. Как оказалось, многие не следят за собой и о проблемах узнали только на осмотре. Какие же обследования смогли провести на улице, расскажет Екатерина Сулейманова. На проспекте Столыпина работали островки здоровья. Саратовские медики присоединились ко всероссийской акции «Мы вместе». Здесь можно было измерить уровень холестерина, узнать свое артериальное давление, сделать электрокардиограмму, а также получить консультацию врача-терапевта и пройти исследование на смоке-лайзере. Наличие угарного газа в легких для курильщиков. Также в рамках акции можно было сделать прививку от коронавируса, а врачи регионального центра СПИД проводили тестирование на ВИЧ-инфекцию. Бывает открытием для людей, что у них повышенное артериальное давление. Они впервые об этом узнают. Это повод для того, чтобы прийти, своевременно начать лечиться на более ранних этапах. У людей отклонение в показаниях крови, полистерин, глюкоза. Для них это тоже. У нас бывают иногда очень высокие цифры сахара у тех людей, у которых до этого не было сахарного диабета. Либо люди с имеющимся уже заболеванием понимают, что им пора обратить внимание, либо изменить тактику лечения, либо еще какой-то образ жизни свой поменится. Ну а завершилось мероприятие праздничным концертом. Ко дню работников скорой помощи. Они сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. И в продолжении темы праздник сотрудников неотложки достаточно молодой. Он появился всего два года назад в разгар пандемии. С того времени многое изменилось. При участии спикера Госдумы Вячеслава Володина решился кадровый вопрос. В рамках благотворительного проекта были построены дома на 56 квартир для врачей и фельдшеров подстанции Ленинского и Кировского районов. Повысили и заработную плату специалистам. Пополнился и парк реанимобилей, как в городе, так и в области. Николай Панков подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В праймерис принимают участие представители различных профессий, в том числе и исполнительные власти. Сейчас конкурс на одно место составляет порядка семи человек. По словам Николая Панкова, это говорит о доверии к процедуре и к партии. Жители выбирают своих кандидатов в конкурентной борьбе. Кроме того, в голосовании могут принять участие и обычные граждане, беспартийные. Для меня участие во внутрипартийном голосовании от партии «Единая Россия» это еще одна дополнительная возможность встречи с нашими гражданами, с моими избирателями, еще раз выслушать их проблемы, их предложения, какие они дают, выслушать замечания. Поэтому программа партии «Единая Россия», которую мы принимали, народная программа по выборам, идя в Государственную Думу, она постоянно обновляется. Мы постоянно находимся в диалоге с нашими жителями. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского, а сразу после продолжим знакомить вас с новостями. Сельское хозяйство не терпит простоев. Мы, агрария, работаем на обеспечение продовольственной безопасности страны. В том числе благодаря помощи кооператива «Гарант Кредит» мы ежегодно трудимся для вас, производя овощную продукцию. Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. Гарант Кредит. Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Выгодные программы по сбережениям сроком на три месяца. Здравствуйте. В пятницу 29 апреля на Святую Ирину. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове переменная облачность. Кое-где небольшие осадки. Ветер с северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. И прохладно. Днем до плюс 17 градусов, а ночью до плюс 3. Партнер прогноза погоды – выставка продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Напрямую от производителя долгожданный свежий улов только с 25 апреля по 1 мая. Уличная площадка торгового комплекса «Мойновый». Павильонный край «Рыба» – Камчатская. В Саратове и Энгельсе также порывистый ветер и, возможно, небольшой дождь. Температура днем до 12, а ночью до 5 выше нуля. Атмосферное давление около 757 миллиметров в ртутную столба. Предки подметили. Кукушка станет куковать, морозов больше не видать. А яркая радуга на небе – это значит, жди плохую погоду. Всем всего доброго. Берегите себя. Увидимся. Для танцев «Нет границ» в Энгельсе Центр социальной адаптации инвалидов развития организовал совместные занятия хореографии для здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Это получилось благодаря выигранному гранту. Теперь педагоги говорят, что такой положительный опыт полезен и для одних, и для других. Подростки с диагнозом аутизма или с нарушением интеллекта с помощью танцев проходят своеобразную адаптацию. Сейчас все они готовятся к танцевальному флешмобу. Подробнее в рубрике без комментариев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверху! 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 Ну, есть они, эти дети. Есть этот пласт населения. Он есть. И мы его должны просто сейчас принимать. И принимать таким, какой он есть, и пытаться его развить, чтобы в любом случае, чтобы для нашего общества была польза. Чтобы это проявлялось в дальнейшем в каком-то их творчестве, в каком-то их труде. Все равно, я считаю, что их задача, что они должны трудиться, что они должны будут, что они должны производить, скажем так, какой-то продукт в жизни. Вот. Ну, кто что. Может быть, кто-то начнет шить. Может быть, кто-то начнет, я не знаю, перекладывать там какие-то вещи. Но это все им поможет реализоваться просто, реализоваться в жизни. Да, и мамы вводят их кому-то там 17 лет, а я его там за руку. Ну, дать им такую возможность в наших силах. И я просто взяла, объединила два урока детей, скажем, здоровых и ограниченными возможностями. Потому что это тоже был, скажем так, ну, как они прореагируют, насколько они примут других, этих других детей. Ну, и все сложилось удачно. Петр Первый из тысячи штрихов. В Краеведческом музее открылась новая выставка, посвященная первому императору. Привезли ее из Тамбова. Здесь собрана коллекция гравюр начала 18-го столетия. Есть и редкие, запрещенные в свое время экспонаты. Их передали музею тамбовские коллекционеры. Анна Забалуева расскажет, кто изображен на бумаге. Здесь все на бумаге и написано карандашом. Выставка гравюра открылась в областном музее краеведения. Посвящена она первому императору. Картины привезли из фонда в Тамбовского краеведческого музея. Проект создан в преддверии 350-летия Петра Первого. Это первый проект, то есть когда мы вывозим именно гравюры в другие города. Почему? Потому что бумага требует соответствующих к себе отношений. И поэтому подлинные гравюры 18-го столетия на самом деле вывозят очень-очень редко. Безусловно, конечно же, это не только Петр Первый. Это его дочь Елизавета, будущая императрица. Здесь гравюра связана с его супругой Екатериной Первой императрицей. Но есть и гравюры крайне-крайне редкие. В связи с тем, что такие гравюры изготавливались единично, как правило. И они были в большей степени запрещены. Вся выставка состоит из работ конца 17-го, первой половины 18-го века в стиле печатной гравюры. Техника исполнения также разная – пунктиром, резцом, черной манерой. Созданы картины мастерами как русскими, так и европейскими. Среди авторов – Пикард, Вартман, братья Зубовы, ростовцев. Что интересно, есть в коллекции очень редкие гравюры. На двух изображены сын Петра – Алексей и его жена Шарлотта. Выполнены они были для частного собрания и переданы в дар Тамбовскому музею от местного коллекционера. Также интересная работа на бумаге первой половины 18-го века с полной родословной царской династией. Это очень редкий экспонат. Это родословие Петра Великого. Начиная от князя Рюрика, когда все цари вводили родословие от него. И вот внизу вы видите его по центру. И дальше перечислены все великие князья, которые были, а впоследствии уже цари, начиная от Ивана IV Грозного. И даже вот вы можете обратить, что на всех князьях, которые были до него, как европейские короны или головные уборы, а впоследствии уже они царе уже в шапке Мономаха все представлены. И вот Петр I уже первый, кто носил императорскую корону над ним. Гравюра была уже при Петре I она создана. То есть это как бы восхваление его, оды ему, 1717 год. Саратовский музей краеведения стал первым, где будет представлен проект, посвященный Петру I. После выставка поедет в Волгоград и закончит тур в Борисоглебской картинной галереи. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Искали информацию про Радоницу. Это один из самых популярных запросов в поисковой сети на этой неделе. Как правило, это нерабочий день во многих регионах страны, и жители отправляются на кладбище помянуть своих близких. В нашем городе в этот день администрация увеличивает количество общественного транспорта, который курсирует в направлении по ГОСТов. Что еще искали в интернет, расскажем прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин «Вкусный кулич на Пасху» этим вопросом, похоже, задавались не только домохозяйки. Ведь по количеству раз, набранного в поисковой строке, запрос на третьем месте. Уроки картографии еще выше. Многие посетители искали карту Приднестровья. Конечно, это связано с последними событиями там. А победителем среди запросов на этой неделе стал матч Ливерпуля и Вильяриала. Первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов завершился победой англичан. Их жесткий прессинг соперника по всему полю дал свои плоды. 2-0. Хороший задел перед ответной игрой. Теперь соперники вновь встретятся в Испании. О главном к этому часу все. Следить за новостями вы также можете в наших соцсетях. Читайте телеграм-канал Саратов 24. Ищите нас во Вконтакте и Одноклассниках. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Ассортимент на прилавке впечатляет. Чавычи, тунец, нерка, окунь, палтус, корешка, белорыбица и другие виды деликатесов с Дальневосточного моря представлены на прилавке холодного и горячего копчения. Коптят деликатесы на натуральном сырье, используя опилки из ольхи, вишни и яблони. По словам покупателей, рыба с Камчатки всегда отличается своей свежестью и вкусом. Рыба замечательная прям. Жирная, маслянистая такая, не соленая. Ну, замечательная рыба. Очень хорошая. По пользе для организма мясо чавычи вне конкуренции среди других видов лососевых рыб. Но особенно ценится среди гурманов икра. Вкус у нее выразительный и нежный. Вся рыба Камчатки проходит неглубокую заморозку, что позволяет сохранить все полезные свойства рыбы, которая так богата омега-3 витаминами и микроэлементами. Рыбку мы брали, и икру брали, и кежуч брали. Палтус нравится, чавыча. И вообще у них рыба хорошая. А что же берешь в супермаркетах? В основном перемороженная рыба. А здесь она же идет свежая. Попробовать и побаловать своих близких вкусной икрой и рыбой можно в течение недели. Выставка камчатских деликатесов продлится до 1 мая включительно. На уличной площадке торгового комплекса «Мой новый». Спонсор новостей – городская кредитно-сберегательная касса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин